Итоги своей работы в этом году подвели и многие службы и ведомства региона, которые в 2017-м отметили солидный юбилей. Как это было, в прошлое заглянула Анна Ковалева. 2017-й заставил вспомнить события столетней давности. Век назад случилось то, что перевернуло ход истории. Гомельчане получили послание из прошлого. Капсула пролежала в земле Кургана Славы 50 лет. Поднять ее на поверхность завещали в день столетней годовщины революции. Заветы на будущее оставило и нынешнее поколение. Новое послание в юбилейный день замуровали на главной площади города, также на полвека. Революция 17-го стала отправной точкой для целого ряда событий. В стране один за другим появлялись новые службы и ведомства. Именно поэтому в нынешнем году они также отмечали вековые юбилеи. Так, в стулете отметил Комитет государственной безопасности. Те нюансы его работы не всегда известны, но главная задача, очевидно, и за десятилетия не изменилась. Это обеспечение безопасности страны. Быть сотрудником КГБ значит быть патриотом, не рассчитывая на публичное признание. Среди бойцов невидимого фронта немало тех, кто исполнял интернациональный долг и ликвидировал последствия чернобыльской катастрофы. Кстати, Беларусь – единственная страна из бывших республик Советского Союза, которая оставила первоначальное звучное название ведомства, чем не символ преемственности поколений. Свою столетие отметила и белорусская милиция. В Гомеле праздник провели с размахом. В честь даты в городе появился новый памятный знак. Бронзовый сотрудник по задумке гомельчанин. Он только демобилизовался после Великой Отечественной и пришел на службу в милицию. Здесь он уже в звании лейтенанта. Рядом его верный напарник – мотоцикл М-72. А на нем самом – форма 50-х годов, увенчанная наградами. К слову, в день открытия знака награды получили и нынешние сотрудники милиции. В 2017-м круглые даты, правда, уже 95 лет, отметили прокуратура и адвокатура. Дни рождения у них в один день. Общие и цели работы – охрана законных прав и свобод граждан. К слову, для адвокатуры 95-й год жизни стал особенным. Впервые в стране присвоены звания «Почетный адвокат». Их получили и две гомельчанки – Нина Бабкова и Виктория Мелешко. Обе посвятили профессии 45 лет жизни. Провестница адвокатуры и прокуратуры – санитарная служба региона. Она стала первой в своем роде на территории всего бывшего Советского Союза. Сразу имела две лаборатории. Сейчас в 10 раз больше. В них современное оборудование способно определить более полутысячи видов микроорганизмов. Еще один 100-летний юбиляр этого года – органы ЗАГС. Все эти годы работники службы вели записи о рождении детей, заключении и расторжении браков и о других важных событиях в жизни человека. В регионе сегодня 25 ЗАГСов, Дом гражданских обрядов и архив. За этот год в них сделали более 39 тысяч записей. Летопись жизни региона уже 100 лет ведет и старейшая газета Беларуси «Гомельская правда». За век она сменила несколько названий. Сегодня это уже целый издательский дом, который занимается радиовещанием, изданием полиграфии и книг. Самым солидным юбиляром уходящего года стал сам Гомель. Он справил 875-й день рождения. То, с каким размахом отмечали события, история для отдельного сюжета и даже фильма. Главное, этот день рождения стал рекордным. Как минимум по количеству праздничных площадок. Дорогие земляки, с праздником! И хоть по паспорту 875, в реальности многое в 2017-м для Гомеля было впервые. Первый фестиваль городской еды, первый фестиваль виноградарей и первый музей печати. Ряд знаковых объектов ко дню города получили вторую жизнь. К слову, в 2018 году свой 80-летний юбилей отметит вся Гомельская область. Официальная дата основания 15 января 1938 года. Сегодня наш регион считается крупнейшим в стране. Практически вся белорусская нефть и газ добываются именно здесь. Каждый год появляются новые скважины. Внимательно за этим следил и наш телеканал. Скважина уходит вглубь почти на 3 километра. Сейчас ведутся исследования месторождения. Закончить эти работы планируют примерно через месяц. Экономические и культурные бренды региона, комбайны с мировым именем, беленая целлюлоза, уникальные научные разработки, площадка масштабных республиканских и международных конкурсов, фестивалей и родина многих ныне всемирно известных талантов. Все это Гомельская область. О том, какие еще свершения ожидают ее в будущем, неизвестно. Но понятно одно, они несомненно будут. И о самых значимых обязательно расскажет главный телеканал региона «Беларусь-4Гомель». Для вас работали Анна Ковалева и Игорь Морищенко. Увидимся в 2018 году.